кто там кто там есть то ищи нельзя нельзя молодец молодец сидеть сидеть умничка всем привет наконец-то собрался на рыбалку очень давно не был на связи и получалось не выходила было на то много причин одна из них это лето это жара я не люблю особо ловить рыбу в жару потому что хочется ее сохранить довести до близких самом лучшем виде не охота было все равно вылазить наши 42 43 очень жаркое лето сегодня 29 августа воскресенье и жара спала ночи прохладные появилось немножко время плюс у меня тут беда вообще чес можно сказать случилось проткнул руку просто по обычным делал немножко ножом чуть-чуть проколол когда разделывал жмых рука опухла через какое-то время видать по норицей словил или как это называется в общем лечил лечил я эту руку она вроде прошла но вот палец в общем палец вот остался вот таким вот и он ребят практически не гнет сейчас он еще немножко так разработался не согинается вот больше чем надо казалось бы левая рука вот короче чем только может казалось бы левая рука и фиг мы с ней ну даже вытягивать сазану на обычную удочку на жмыхаловку неудобно очень неудобно очень неприятно потом ночью болит в общем не знаю что с этим делать уже перепробовал кучу мазей особо не болит опухоли нет воспалён сустав и сухожилий если кто-то что-то знает там не знаю народные средства какие-то или может толком объяснить врачи что-то какую-то чепуху там лепят одни скрывать срочно нужно другие не видят ничего там такого что нужно требует вскрывания температуры нет ничего нет палец не гнется чё с ним делать не знаю разрабатывать его или наоборот оставить в общем кто что знает про это дело напишите буду очень благодарен вот сегодня как я уже сказал 29 августа вышел с кучи шмурдяка надеюсь на то что получится заночевать в достаточно удачном месте если я его найду хочу половить сазана взял печень мне посоветовали еще вдобавок куриную на сама взял пару таких становых удочек он рыбы играет сейчас удочка нажим их стояла блин может вообще на мелики встать за общем сейчас идем на яму там глубина до 17 метров я буду вставать в ее начале как-то год вдавалось поймать прям под берегом сазанов разного калибра жмых там у меня разные есть закидушки есть спиннинги удочки даже квок сегодня с собой взял тысячи лет им уже не пользовался мотор у меня сегодня ямаха 9.9 моя любимая вообще кроме ямахи ничего не признаю кто бы что не говорил вот убитая ямаха там видавшая виды ну как убитая относительно убитая взял относительно недорого дешевле нового китайца вот она еще такая вот с номерком по моему это еще из японии такие шли винт у нас вот такой вот крутейший на и крутейший стоит 12 шага пам-пам-пам клёпаны у нас клепают и потому что на меликах убивается винт и наклепывают такие по моему из нержавки пластины очень хорошо отбалансирован винт кто бы что не говорил это с прошлого моего мотора вот тут уже сетки короче терлись учет учеток он не видел от мотор ну я от этих моторов тащить 12 шаг тянет супер особенно так в одну в 2 хари вот моторчик обслужил редуктор сальнички поменял прокладочку под башку подкинул вот и все в принципе он больше ничего и не требует это понятно что это раздушенная сами знаете кто не будем говорить слух лодка у меня riverbot навигатор в этом году приобрел давно мечтал это 3 маранного типа днища вот у него 1 киль 2 киль 3 киль 3 маран практически плоское дно но за счет вот этих вот трех килей относительно плоская идет достаточно ровно устойчиво вот болтаешь лодку на одну сторону встаешь вообще вот но практически не нагибается во двоем в траве тут у нее рундуки достаточно вместительный делает это наша астраханская верфь riverbot он так и называется по моему магазин сафари достаточно качественным по современным меркам весла алюминиевые все такое толстый достаточно пластик хожу вот под нищу не делаю никаких слоней терпеть не могу когда послание что-то забивается потом от всего мать вы чем вымывать вычищать у меня постоянно все это в работе в охоте в рыбалке собакова ну невозможные чистую лодку держать в чистоте это перевернул ее сполоснул и поехал дальше весит она килограмм 60 реально очень легкая очень маневренный под этим мотором по течению по 12 шагом она развивает 50 метров сейчас мы реально 48 точно 50 но это наверное было половоде мне очень сильно хотелось и по течению ну почти полтинника нашла так посмотрим как заводится нас душно ямаха так она заводится как и должна так нельзя нельзя пыш уже весь в охоте скоро сезон немножко тут осталось охлаждение пошло вот уже сезон скоро сейчас уже даже путевки начали выдавать в этом году у нас сезон до 20 января по утке по водоплавающим начнется он 25 сентября в этом году также будут выдавать лицензии на кабана правда где он что он мало кто знает наверное прерогатива вообще отдельный каст людей на глиссе идет в пол газа держится на глиссу своей волне достаточно лишь мурдика собаки человека ну а на 15 само собой понятно пушка да крутое здесь место очень интересно здесь яма начинается видно что вот вода стоячая то он даже течение будем удочки забрасывать по этой линии через камыш и здесь забросим тоже сама или на сазана там внизу корши затопленные так что зевать нельзя зевать на берегу тут у нас вообще бомба тенечки настилы мусор уберем туда удочки поставить в общем все как все как по фуншую все и хвостами чешуи нам к черту непонятно то ли баркас прошел и волна такая поднялась хотя остальные удочки стоят на месте проще колокольчик улетел леска слетела спирта мхм 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 ху 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 мхм Нигера себе! Ребята, у меня нет слов! Просто нет слов! Постоемся с ночевой! Ёканы! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! плавника нет ничего себе вот это да это смелая четверка сразу первая же поклевка и четверка я разорался в пасть держал камеру надеюсь все было видно вот это кайф вот это повезло ё-моё вот это красавчик сейчас другую камеру принесу класс ребята это награда четко жалко поклевку снял просто колокольчик улетела даже не знаю где теперь колокольчик просто бомба спасибо тебе река все остаемся с ночевой сегодня везет это что-то немыслимо я просто в шоке поехали опять камеру зубы либо проморгал либо не зерпел ладно самое главное поклевка была суперская дай бог чтоб тут так и было короче шел бобаркас а я сидел пробовал квокоть сейчас я его помою в общем такое гадаю оставаться здесь ночевка или не оставаться думаю будет или не будет может быть сазан на мели гуляет идет баркас и до баркаса короче происходит сильная поклевка такая мощная даже не влазит вот и я такой думаю блин волна что ли волной колокольчик улетает а подхожу лески вообще нету ну и начинаю снимать в тот момент в общем когда начинаю вытягивать понимаешь там что-то есть камеру девать некуда у меня крепление для камер которая этот на грудь ставится хотя бы она в лодке лежит не будешь обратно возвращаться не знаю сойдет не сойдет и в общем в рот и взял эту экшн камеру начал снимать надеюсь вам все было видно вот вообще такой красавец мне порадовал подарил мне посейдон сегодня все супер остаемся здесь с ночевой рыбачим дальше место значит точно перспективно сейчас дает даже наверное жмых такой дешевый который размокает быстро закитаю здесь везде почти течение нету слабая попробую прикормить немножко смотрим что будет дальше классика залетела прям под жабру прохода давайте свесим чтобы не были голословным сегодня только купил новые весы китайские а какие же еще я уже вижу что это четверка это 500 это бомба в этом году это рекорд все надо срочно его почти 4 600 срочно его нужно воду время так забрать покажу какой-то умничка взять взять можно взять взять ну взять давай 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 можно 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 ешь кишки шиш кишки взять здесь нельзя 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 сидеть был с босс босс сидеть 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 сказал сиди дала сидеть сидеть папа молодец вот тебе покушать печень нельзя нельзя сказал вот тебе печенка вкусно вот тебе вкусно мы пойдем прикормим пока сказать лежит нельзя нельзя сказал я вот буду закармливать сама ты будешь не будешь ездят молодец ты же молодец желудочка воспитанный пес молодец и отвернусь а ты не будешь есть пока по сама закормлю так руки пока отвлекусь последим за того чтоб ты не ел ко мне садись сидеть 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 никаких голов не надо просто просто поглажу ему с тобой пойдет пошли никакая печень тебе не нужно да пойдем пошли 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 ко мне ко мне вот и умничка вот и все вот ты не помнишь о том что там печень куриная вот мы на удочке на свои посмотрим но ты здесь пока поставишь да ладно можно взять иди 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 взять иди 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 взять может можно можно продолжаем воспитывать силу силу воли пока поменял аккумулятор ничего не съедено все на месте ну чё молодец заслужил силу воли есть можно теперь кушал я буду тебя гладить от ими не тронет вот так возьму тебя и заберу заберу нельзя дай-дай-дай вот это у тебя заберу все это мое ничего себе вот это преднотяг ребята вот это преднотяг ё-моё ребята он прет он прет четыре с половиной так не перла его просто я не знаю вверх идет ребята на тех преднатяг был бомба пыш мы легенда смелая четверка может быть даже и пятерка срочно весы срочно весы за одну губу вот видать тот тоже самое и все жмых нет вот тут на последнем жмыхе дать от него аж пахнет медом тем самым что в жмыхе был бомба пыш иди сюда посмотри какого красавчика поймали ну надо же уже собирался с зеленым червем ехать этом дружище володя привез червячка хочу попробовать и тут но тебе такая поклевка но вы все сами видели от такого поймали еще 1 реально 40 бойл надо кто знает тут поймёт о чем я правильный жмых правильное место вот она рыба моей мечты просто бомба это кайф ни с чем не странно лодка едет срочно прятаться всего на связи 7 лодка проехала не хочется светить место конечно скорее всего половина всех астраханцев узнают по так здесь только всего валяется блин пер сильнее чем четыре с половиной оказался 3 800 но все равно бомба просто бомба он реально такой толстяк упитанный красавчик просто красавчик 3 700 бомба странно почти вроде такой же есть чуть меньше еще и толстый кряный будет щекай сказкой кряники икра соленая кстати интересные кряники и соленая икра то пишите тоже комментариях потом как-нибудь покажу сделаем рецепт и все как-то чего с собой матроса возить и так постоянно сбру и полным-полно нас астраханской области камышка хватает мягенького берем может поострее пожестче и вперед пока удочки стоят свой сазанов я решил чтобы внутри он имеет там никаких букашек не притащил попробую его под палатку все будет как дымахт зеленый червь он особенный такой вот он длинный как резина многие спрашивают где его разводят нигде его не разводят наверное типа эндемика он водится у нас здесь в лименной зоне западных подстепных лименей ну может быть там будут умники подправить меня я не возражаю не вникал я в суть вопросу знаю точно что в неволе он не размножается очень плотность у него низкая в почве копать его геморройно потому что почва такая тяжелая стоит он не дешево любит его сом сазан я предпочитаю насаживать так чулком пожирнее кто как потому что мелочь все равно его расклевывает если посадить ну пучком в общем такая сноска скользящий груз стопор и немножко там 35 40 сантиметров поводочек я обычно так на него ловлю поехали в общем на той удочке более-менее маленьким крючком и заклевал на этой здесь крючок большой и всегда хочется на большой крючок поймать что-то поинтереснее клюет однозначно надо вытаскивать аккумулятор последний остался неизвестно что ночью будет а тоже вертолет маленький будем ждать их них родителей пока вот такие новички отпускаем удобно конечно таким большим крючком вы хоть его и загладывает посмотреть как и крючок как его голова вот и соответственно легко вытаскивать так что не будете ставьте в астрахани всегда большие крючки на них будет сазан и сом меньше проблем рыбу меньше травмируешь и отпускаешь в общем залез я в палатку решил сделать немножко удочки переделать на одно место и там такого типа один поводок одинарный и насквозь одевается жмых я думаю вы видели поняли о чем я имею ввиду это получается на эту удочку не поставить жмых который очень хорошо работает или вот этот подсолнечек с медом либо есть у меня еще такое домашнего изготовления там дядя Саша делает мощный жмых он всегда ловит и ночь он стоит долго желательно хотя бы пару лодочек поставить на него я вот сейчас решил сделать их как раз ну вот и заодно пару слов сказать на отвлеченной темы хоть немножко затишка там перестала плевать хотел сказать насчет мест то есть основном блогеры или удачные рыбаки по разного у кого как не выдают своих мест всех это злит раздражает всем хочется тоже рыбу поймать я все понимаю рыба она общее это общее достояние общее ресурсы да все это так все это прекрасно но есть и обратная сторона обратная сторона всего этого вот недавно на медне буквально неделю назад я у себя возле дома прикормил решил коем-то веке закормлю попробую плавить но утром пришло сообщение в группу ватсап о шикарном просто просто великолепным самином улове моим хорошим другом друг мне все прекрасно рассказал чё куда ехать за чё ему большое спасибо вот все объяснил разжевал на пальцах геопозицию сбросил ватсапе рассказал на чё ловить как ловить где ловить приехали мы на место нам не понравилось то что там людей много говорит ну езжайте в другой плюс там надо было еще на лодке переправляться машину бросать что-то мы как-то не были к этому готовы город но езжайте там еще одно место есть дальше приняла зазвенела и неплохо бежим короче это пятый или шестой сомик уже на червя на зеленого я думаю что нужно вытащить эту удочку хорош мучить них дам еще много не застолб� но не застолблен дам back up этого шкафа он не подошел в принципе действительно мы не так вот 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 все шикарно все красиво выставили огромное количество удочек я не буду говорить потому что сразу вы меня сдадите компетентные органы у меня либо штрафуют ли почему очень хотелось поймать самов опять звенит что это я потер делать он пускай позвенит получше сядет 1 есть просидели мы там всю ночь очень сильно устали ждали поклевок мы ждали как могли это называется но пришло к нам за ночь всего неизвестный спам наверно занят пришло к нам за ночь всего три саменка до килограмма и не солоно хлебавший мы собрались утром и уехали усталые замучены сами понимаете когда так неудачно съездишь еще в два раза больше сильнее устаешь проехали километров немало бензина сажали немало подготовка на рыбалку тоже убила денег немало и это был мой последний раз я сказал себе когда я еду на рыбалку по чьей-то на водке все как бы другая вторая свинел как бы у хорошок звенят как бы шикарно не было нужно искать свое место бог воды он дает рыбы только тем кому считает нужно вот кончилась рыба в морозилке езжай на рыбалку если немножко заготовил для себя для родственников да есть рыба не дергайся навряд ли удача судьба тебе бог улыбнется я вот стал такого мнения придерживаться вот знаю что сегодня моих родственников моей семьи рыбы свежей нет я выбрал денек поехал в то место 3 . он звенит где считаю что должна быть рыба обязательно хотя сколько раз я здесь неудачно обламывался уезжал но все мечтал приехать с ночевкой и вот приехал и пожалуйста вот она рыба моей мечты я очень ребят доволен всем желаю не хвоста не чешуи чтоб ловилась также может даже и лучше поводки делаю где-то по 12 15 сантиметров под такого сазана 4 килограмма это я считаю самый то уже и второй готов две удочки подзвенели встречи сделаю буду выходить ставить обновлять его ночь наверно жим их ставить ночной такой долгорастворимый дядя саша самодельный все всем привет на связи будет что-то интересно обязательно включусь всем доброе утро интересно все было конечно ночью ночью толком поклевок не было по сазану точно ничего по сому по саму мелкие самята буквально там по 20 сантиметров не больше непроходные конечно да и вообще их брать легкий от спать часов и там на полях установлена пневмопушка в нем такая штука которая набирает давление компрессор работает играет давление потом клапан подрубной срабатывается она стреляет как будто как будто это в общем как из ружья несколько полей постоянно срабатывают эти пушки я короче не выдержал на все плюну кстати говно этот квадрат получился вообще даже не думать если вот из чакана из такого вот мягкого надо попробовать следующий раз сделать то может быть будет интереснее а так пыш верно ждал меня возле лодки всю ночь сейчас мы отправляемся с ним на удочке время 6 40 вот рассвет классно на речке вообще красота супер бомба там плавал вчера местный житель и не знаю вообще что там осталось на все прошло короче как ночью по располнял так поехали поехали вот все вот вот первый утренний красавец просто не знаю не сказать что он бронзовый не сказать что он рыжий некоторые зовут рыжики просто белый белый красавчик ну смелая двушка за двушкой класс за губу взял жёсткая поклёвка колокольчик опять улетел стран прораб идет 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 иди сюда мой сладкий идти суда мой сладкий да как же это приятно да как же это приятно просто красавец приятно очень то что мелочи никаких буфов сазанчиков медовый жумых отрабатывает на 150 процентов короче ребят только снялась заново и тут поклевка сразу же весьма четвертого красавчика просто бомба 4200 ну не красавчик ли просто песня вот Продолжение следует... 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 На пучок червей... Опа... По-моему, еще одна поклевка... А... Ха-ха-ха... Этот колокольчик у меня... Вот на пучочек червей... Все-таки удалось поймать... Сазанчика... Которую мы сейчас отпустим... Ясно... Значит, все-таки начинает... Прохладно становится... Начинается... Азанчика убрать... На червя... Ну что, малыш, беги... Спасибо тебе за поклевочку... Спасибо за приведенных... Мам, папу, бабушку, дедушку... Давай... Удачи... Пока... Пока... В общем, такой замечательный результат у нас получился... У нас с вами... Все были со мной другом... По-другому... Вот он... Первый садан... С обломленным курником... Не знаю... Не знаю... Не знаю... Кусатый... 4600... Просто красавица... А тема была вот эта вот... 3800... Пузатая... Мамашка... Супер девочка... Вот... Утром сегодня... Порадовала... Ну... Двушка, наверное... Смело... А может быть даже два с половиной... И... Напоследок... А-дам... Финал... Похоже... Самец... 4200... А-дам... Какой красавец... Ну что... Меня от дома ждут... Как раз три человека... Ну... Ждут... Конечно... Больше... Наверное... Надеюсь... Но... Мои самые близкие... Трое... И я четвертый... Так что... Поему... Ну... Прям... Ровно... Столько... Сколько нужно... Не больше... Не меньше... Я... Доволен... Всем удачи... Я собрался... Все... Все просто супер... Все равно... Последние четыре улички стоят... До последнего... Пытаюсь... Поймать... Тещи... Или... Маме... Сазана... В общем... Разберемся... Кто-то откажется... Кто-то че... Ну... В общем... Я домой... Всем добра... Всем пока...